Приветствую вас. Давайте мы начнём ответ того, чтобы определить, для чего вам нужна девушка. Вот вы говорите, что у меня не получается строить личную жизнь с девушками. Если не получается, значит вы что-то делаете не так. И дело здесь не в вашей внешности, которая может быть абсолютно любой. И дело здесь не в вашем поведении, которое также может быть абсолютно любым, если только вы не грубите и не вырушаете личного пространства девушки. Дело здесь в другом. Дело здесь в несоответствии тому, чего вы хотите от девушек и, значит, чего хотят девушке от вас. И, соответственно, причина вашей проблемы кроется в том, как вы определяете себя в отношениях с девушками вообще, и как вы определяете девушку в отношениях с собой. То есть, какое место вы отводите себе, какую позицию вы отводите себе и какую позицию вы отводите девушке. Как вы себя ведете, как вы их воспринимаете, соответственно, какое значение девушка для вас имеет. Если вы будете давать девушкам понять, что они вам нужны для чего-то определенного, семья, дети, брак, секс, что-то еще, соответственно, скорее всего, это им не понравится. Может быть, даже дело не во всем том, что я перечислил, а может быть, дело в более стольких вещах, например, тепло, забота, бег от одиночества, ну, то есть, непереносимость одиночества, как каковая, да, и так далее. То есть, по сути дела, проблема кроется в том, что у вас либо есть вот эта вот нуждаемость в девушках, что означает неминуемую ориентацию на удовлетворение своих нужд в отношениях. Девушки это чувствуют. И им не нравится, что вы осознанно или нет используете их для чего-то. В отношении с любыми людьми, не только с девушками и не только в личной жизни, нужно подходить, будучи независимым. И будучи не нуждающим, но будучи равноправным, равным партнером. То есть, равноправным, это значит, не больше, не меньше у вас брак и обязанности по отношению к девушке, а равный, это значит, человек, который позиционирует себя не хуже и не лучше, чем она, чем девушка, ну, в данном случае. И, соответственно, вы, скорее всего, позиционируете себя как-то иначе, как-то по-другому и отсюда, соответственно, все проблемы. Далее. Причина может быть и в вашем негативном опыте в прошлом. То есть, когда-то в прошлом какая-то девушка, например, вас или обидела, или предала, или вы что-то не поняли, из-за чего расстались. И теперь вам медвежит страх. Так что, собственно говоря, это произойдет вновь. И, естественно, в таком случае нужно разбирать этот просто опыт вместе с вами, пересматривать и переосмысливать его значения для вас, выводы из него и, соответственно, корректировать ваше поведение. Может быть, проблема связана и с тем, как у вас сформировались первичные образы мужского и женского еще в детстве. Еще при взаимоотношении с родителями. Причем не столько даже при взаимоотношении с ними, сколько при сформировании только отношения с ними. Соответственно, что-то вы могли перенять от отца, что-то вы могли перенять от матери. И это не всегда бывает положительным и продуктивным. Поэтому это тоже нужно разбирать. Ну и конец. Последнее, о чем я хотел бы сказать, это по сути дела статистика. То есть вы говорите, что вот я начинаю отношения, начинаю, начинаю, потом раз и остаемся из-за ничего. Соответственно, нужно детально разбирать все случаи, чтобы выявить какую-то общую закономерность в этом. И тогда будет понятно, что с вами не так, в какую сторону двигаться, в каком направлении работать и так далее, так далее, так далее. Если вы готовы действительно менять свою жизнь, то вам нужно выбрать эксперта на нашем ресурсе и начать с ним работать. Потому что вот так вот, в рамках ответа на ваш вопрос, помочь вам, реально помочь, возможности нет. Надеюсь, вы это понимаете. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!